Стариков на мороз не выставят. Постояльцев частного пансионата для престарелых в советском районе, которых при решении сюда просят съехать Бийская епархия, обещают поддержать Краевой Минтру соцзащиты, но лишь в плане переезда в другое учреждение. В случае будет принятие решения в расселении граждан, проживающим в доме-интернате частном, то есть расселить их в ближайшем доме-интернате, входящий в систему социального обслуживания Бийский дом-интернат. В целом всех проживающих на сегодняшний день там 17 человек. По словам Натальи Сологубова и директора пансионата, до принудительного выселения осталось всего 5 штрафных дней. Напомним, на таком решении настаивает прокуратура района, а также Бийская епархия, ссылаясь на то, что здание на самом деле аварийное. Правда, у директора учреждения на руках своя независимая экспертиза, которая признает дом пригодным для жилья. Именно поэтому из стен пансионата старики выезжать не хотят. К тому же, подчеркнула в телефонном разговоре Наталья, для переезда в государственный пансионат необходимо пройти медицинскую комиссию, а этим никто не занимался. В свою очередь, отец Алексий, который, собственно, и предоставил здание при церкви под пансионат, тоже надеется, что уезжать никуда не придется. По его мнению, история вокруг здания завертелась из-за личного отношения бийского епископа Серапиона. А между тем, на стороне пансионата уже и сотрудники Алтайской митрополии. Вопрос был окончательно поставлен на точку, что дом остается при старелах, и его мы сохраняем, развиваем и приумножаем. И митрополит это свое основание заявлений сделал, как раз опираясь на то, что экспертиза-то фуковая, которую Серапиона предоставил, а есть нормальная экспертиза, есть объективная. Субтитры создавал DimaTorzok